Квартира, которая досталась по наследству от одинокой родственницы, Диму радовала. А вот белая кошка, которая досталась ему в довесок, в нагрузку к квартире как-то не очень. Но что поделать, кошку пришлось оставить. Все таки память. Эту кошку Димина тетя очень любила, и Алечка отвечала ей полной взаимностью. Поэтому не мудрено, что после потери хозяйки у кошки случился стресс. Аля едва могла есть, и ее тут же тошнило. Начала сыпаться шерсть, а лоток, переставленный на другое место, Алечка избегала. Дмитрий терпел. Он терпел очень долго, почти 10 дней. Но когда кошка оставила содержимое своего желудка у него на подушке, терпению парня пришел конец. Все, что мог, он уже сделал. Кошка была обязана сидеть тихо и не мешать, а она вот чего вытворяет. Дмитрий психанул, нашел обувную коробку, вытащил из-под дивана притихшую Алю и почти бевом побежал к машине. Кошка не сопротивлялась, она не умела. За всю свою жизнь Алечка никого не поцарапала, не укусила. Она умела только ласково бодаться, да тихонько мурчать. Что кошка и делала, брошенная грубо в коробку, она свернулась там маленьким клубком и мурчала, мурчала. Успокаивая себя и пытаясь успокоить своего Диму. Только Дмитрий был абсолютно спокоен. Он кружил по городу, выискивая место, куда можно выставить коробку салей. Но так и не решился. Понаставили кругом камеры. А если камер нет, то обязательно стоит какая-нибудь машина, и явно с видеорегистратором. А вдруг увидит, выставит на всеобщее обозрение, не оправдаться будет потом. Пришлось направить автомобиль к выезду из города. Вокзал. Нет, там люди. Стат, смотрит, будут наверняка осуждать. Заправка. Тоже не вариант опять камеры. И Дмитрий уверенно погнал машину за город. Вот если бы он выставил коробку с кошкой в городе, на вокзале, да хотя бы на отдаленной заправке у Алечки был бы шанс. Пусть маленький, крохотный, совершенно призрачный, но он бы был. А за городом, в январе, там даже шанса на шанс не существовало. Дмитрий остановился, осмотрелся, дождался, когда машина, которая следовала за ним, проедет мимо и скроется с глаз, затем вытащил коробку с кошкой наружу. Сопротивлялась ли Аля теперь? Конечно же, нет, она ведь этого не умела. На обочине, в глубоком снегу, возле леса нашла Алечка свой последний приют. Белый снег. Белая, обувная коробка. Белоснежная кошка. Не за что зацепиться глазам редких, проезжающих мимо людей. Если Аля хотя бы двигалась, попыталась бы пробраться поближе к дороге, но нет, кошка коробку решила не покидать. Ей было страшно, абсолютно незнакомое место. А еще, в ней теплилась надежда. Вдруг. А вдруг Дима за ней скоро вернется. Вернется, а ее больше здесь нет. Поэтому, чтобы не случилось, Алечка не могла сдвинуться с места. Она продолжала ждать, ждать, надеяться и верить. Хлипкая, тонкая коробка не спасала от мороза, не защищала она и от ветра. Лапки замерзли первыми, и Аля повернула их под себя, зарывая нежные подушечки в свою шубку, поближе к пока еще теплой коже. Прошло еще несколько минут, и кошка замерзла вся, полностью. Ей казалось, что ветер, снег и мороз – ее враги. Но на самом деле, они были сейчас единственными ее друзьями. Природа словно жалела кошку. Ветер заботливо укрывал ее снегом, чтобы хоть немного согреть. А мороз бродил долго вокруг, тянул время и посматривал на дорогу. Но только все зря, а люс дороги было почти незаметно, а вглядываться в сугробы просто так не будет никто. И мороз понял – пора, зачем растягивать мучения кошки. Осторожно, украдкой, медленно-медленно, раздвигая каждую шерстинку собой, мороз добрался до Аленой кожи. Прикоснулся к ней своим обжигающим холодом и ускорился, чтобы проникнуть внутрь. Ветер горестно взвыл, мороз обнял кошку сразу всю, внутри и снаружи. Он обнимал ее и шептал – спи, моя маленькая, тебя больше никто не обидит. И Аля уснула. Теперь уже навсегда. Ветер взвыл, зарыдал. А мороз продолжал обнимать и прижимать к себе кошку. Он не мог сразу ее отпустить. Мороз обнимал и помнил, как до последней секунды, до последнего вздоха, кошка ему мурчала. Кошка продолжала мурчать до конца. Очутившись в квартире, Дмитрий включил телевизор, налил себе кофе, но внезапно пролил его на себя. Руки почему-то дрожали. Совесть робко шевелилась внутри, царапала ему ребра. Аля мерещилась ему в каждом углу, в ушах стояло ее тихое, мелодичное, ласковое мурчание. Эх, не надо было ее вывозить, надо было просто отдать в добрые руки. Красивая была кошка, такую бы точно взяли. Дмитрий выпил немного, нашел на кухне коньяк. Но душа и совесть не умолкали. Ладно он поедет, Алю найдет и завтра же кому-нибудь, да пристроит. Так он успокаивал себя, так он себя прощал. Но природа Дмитрия не простила. Он не доехал. На ровной, прямой дороге его автомобиль занесло. И последнее, что он услышал тихое, мелодичное и ласковое мурчание. Это ветер донес до Дмитрия Алин последний вздох. В тот же день в этом городе родились двое. Девочка и котенок. Девочку сразу же обняла мама. Папа был с ними рядом. Не в силах сдержать бурных, счастливых слез. Ну что, как и договаривались, назовем Алифтиной. Девочке было тепло возле материнской груди. Аля сморщила носик и тихонечко, по-младенчески, замурчала. Котенок родился самым маленьким, слабым. Кошка-мать отказалась его кормить. Голодный писк раздражал, и кошка вынесла его из подвала. Мать понимала, сын не жилец и будет только отнимать молоко остальных, более сильных детей. Казалось бы, недавно родился, еще слепой, что может он понимать. Но котенок все понимал, он чувствовал, что это расплата. Он пищал, умоляя природу и Бога его простить. И природа сдалась, она послала ему человека. Через год лохматый кот Митька, поймав очередную мышь, принес и оставил ее у порога старого деревенского дома. «Молодец, Митяй, сейчас вынесу тебе молока, а в дом не просись, вон у тебя какой-то луп крепкий». В продуваемом всеми ветрами сарая Митя зарылся в сено и попытался уснуть. Кот не знал, откуда и почему, но он все-таки помнил, как дома бывает тепло. Митя прикрыл глаза, стал засыпать и вдруг нервно вздрогнул. Это ветер не давал ему забывать. Каждый раз, когда Митя пытался уснуть, ветер приносил ему последний вздох Али.